В соответствии со статьей 196 Гражданского кодекса, общие сроки давности составляют 3 года. Отправной точкой признается день, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Кредитные карты используются в течение определенного срока, это в среднем 3-5 лет. Ежемесячно заемщик обязуется вносить минимальный платеж, который устанавливается договором. Как правило, это от 3 до 8% от суммы образовавшегося долга по карте. Следовательно, срок исковой давности по кредитной карте составляет 3 года. А с вами на связи я, Станислав Мурулев, юрист по банкротству физических лиц. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео. Для меня это будет лучшей наградой за мой труд. Требования о погашении задолженности, как правило, поступают на следующий день после выхода заемщика на просрочку. Если заемщик не исполняет свои обязательства по договору в течение срока продолжительностью более чем 60 календарных дней, то в течение последующих 180 календарных дней банк вправе направить его адрес в заключительный счет. С этого момента у банка есть 3 года, чтобы обратиться в суд на предмет взыскания задолженности по кредитной карте. В соответствии с частью 2 статьи 200 Гражданского кодекса, требование кредитора о погашении задолженности считается началом исчисления сроков исковой давности по обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востребования. Это означает, что момент, когда банк мог бы узнать о нарушении своего права, точно определить невозможно, поэтому срок исковой давности исчисляется со дня, когда кредитор предъявил требование погашения такой задолженности. В отличие от кредитов, по которым срок исковой давности рассчитывается по каждому платежу отдельно, в случае с картами в расчет берется именно выставление банком заключительного счета выписки с требованием погасить задолженность в определенный срок. По закону такой срок составляет не менее 30 дней. По истечении 30 дней начинает отсчитываться срок исковой давности, который равен 3 года. На практике же заключительный счет выписка может не высылаться банком. В этом случае за точку отсчета берется день, в котором клиентам допущена последняя просрочка. А пользуетесь ли вы кредитными картами и допускали ли вы по ним когда-нибудь просрочки? Делитесь вашей историей в комментариях под этим видео. В свою очередь напоминаю вам, друзья, что все долги, в том числе и по кредитным картам, можно списать под 0 по федеральному закону номер 127. А для того, чтобы узнать, подходите ли вы по закону под списание всех долгов и кредитов, пройдите короткий тест по ссылке под этим видео. Искренне желаю вам всех финансовых благ и скорейшего решения ваших проблем с долгами.